Здравствуйте! В эфире Акценты недели, а значит пришло время поговорить о том, чем нам запомнятся уходящие 7 дней. Итак, меры, ограничивающие наше передвижение, введены. Вступают они в силу с 30 октября. Можно сказать, что наш календарь пополнится беспраздничным днем, вызывающим уныние у людей, как, например, День жестянщика. О нем я в конце программы скажу. Пока же о коронавирусе. Запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита с 23 часов до 6 утра. Чтобы попасть в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, необходимо будет предъявлять QR-код. О вакцинации. Вводится ограничение на работу льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды. Запрещена работа детских комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте. Работодателям рекомендовано предоставлять два дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию. На прошлой неделе моя коллега Мария Седнева сделала большой материал, как мы будем жить в новой системе пропускного режима. Рекомендую посмотреть тем, кто не видел. Сделать это можно на сайте 12 канала. Ну а еще для вашего удобства мы решили сделать свой аккаунт в Инстаграме, куда будем выкладывать и уже начали выкладывать материалы, прошедшие в акцентах недели. Подписывайтесь на него и вы получите доступ к нашим свежим материалам и архивным сюжетам. Ну а сейчас то, о чем вы узнаете из этой программы. Выходные, которые тревожат. Предстоящая неделя отдыха. Предвестник долгого карантина или небольшая пауза в рабочем графике. В ожидании мэра назначена дата выборов нового градоначальника. Кто претендует и кто реально может стать во главе Омска. Будущее наступит сегодня. Как помочь сделать ребенку выбор в профессии и для чего с младых ногтей решать, куда и на кого идти учиться. Оно как воздушный замок, но совсем не мечта, а реальность. В Омске обкатывают машину, для которой нет преград, а летит она со скоростью ветра. Укол насильно. Мату мат. Новый способ потратить материнский капитал. Расскажем о предложениях, могущих изменить нашу жизнь. Семь раз измерь. Современная цивилизация построена на точности мер и весов. Побываем там, где хранятся эталоны и узнаем, насколько рыночные весы отличаются от стандартизированных. Наш рассказ о центре метрологии. Борьбой с коренавирусом занялись омские предприниматели. Они зачастую несут самые большие убытки от новых мер по сдерживанию пандемии и их заинтересованность в победе над вирусом очевидна. На этой неделе бизнесмены собрались в клубе деловых людей, чтобы обсудить помощь, которую они могут оказать больницам, где лечат больных ковидом. В первую очередь речь шла о сельских лечебных учреждениях. Хочу отметить, что всегда здорово, когда предприниматели перестают задумываться о получении сиюминутной выгоды и начинают думать о помощи людям. В конечную очередь это идет на благо всем. Одну из сторон антиковидных мероприятий станут длинные выходные. Многие любят пофилонить, но я с кем не поговорю, радостных людей по этому поводу встречаю немного. Все потому, что мы уже однажды пережили неделю выходных, растянувшуюся на несколько месяцев. И тогда это радости принесло мало. Сидеть на карантине дома так себе удовольствие, а если у вас дети, которые учатся дистанционно, хлопот у вас прибавляется кратно. Сейчас неделя выходных совпадает для большинства школ с каникулами. И это сглаживает ситуацию. Остается надеяться, что мы одной семидневкой и ограничимся. Как она может пройти для вас, разбиралась Екатерина Шипилова. Ни карантина, ни изоляции как таковых в России нет. Все это не локдаун. Ну, по крайней мере, пока, как говорят в правительстве. Эксперты просят эти семь дней выходных использовать с умом. В первую очередь для того, чтобы привиться. Впереди зимние праздники. А вакцинация – единственный способ остановить распространение коронавируса и хорошо встретить Новый год. Такое мнение разделяют и медики. Ссылаются на опыт майских каникул, когда действительно удалось разорвать цепочку заражений. Итак, нерабочие дни во многих регионах страны определены с 30 октября по 7 ноября. Но если производственный процесс нельзя остановить, то работодатель может привлечь сотрудников. Сколько именно человек придется вывести, чтобы организация могла функционировать, решать директору. Важно лишь принять локальный нормативный акт. Но все же, по возможности, лучше отправить подчиненных на дистант. Особенно, если в компании трудятся люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица старше 60 лет, которые не вакцинированы или не болели коронавирусом в последние полгода. Зарплата в длинные выходные сохраняется. Ее не вправе снизить. Не допускается и перенос выплаты. Допустим, перечисление должно было произойти, например, 2 октября. Значит, получить деньги сотрудники должны не позднее 1 октября. Отпуск не переносится, не продлевается. Если работник ушел отдыхать еще до 30 октября, получить дополнительные дни не удастся. При увольнении по собственному желанию в указанные даты заявления могут удовлетворить. Если же все происходит по инициативе работодателя, Минтрут рекомендует отложить решение вопроса до окончания внезапных выходных. Остается добавить, российские антиковидные меры еще, можно сказать, мягкие. Они не ограничивают передвижение по стране, как, например, в Китае. Но важно знать многие нюансы. Если отправиться в Севастополь, то придется пройти блокпосты. На автомагистральных ведущих город, а также на вокзале у туристов проверят документы. Пустят с QR-кодом или медотводом от вакцинации при наличии отрицательного ПЦР-теста. Довольно скучно. С 30 по 7 число будет в Москве. Закрыты непродуктовые магазины, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, парикмахерские, но главное – рестораны. Впрочем, упертых путешественников, которые все-таки решились на ваяж, они остались дома, как рекомендовалось, голодными не оставят. Общепит работает, но только на вынос. За Уралом самое жесткое из ограничений вели в Хакасии – это комендантский час. Нельзя покидать дома с 10 вечера и до 6 утра. Все дело в том, что в местных больницах стремительно заканчиваются места, потому руководители региона вынуждены идти на крайние шаги. Еще одна горячая точка на карте Сибири, и она вплотную подходит к нашим границам – это Тюменская область. Здесь тоже ситуация с заболеваемостью обстоит остро, потому закрыты абсолютно все учреждения, кроме так называемого непрерывного цикла. Это энергетики, водоснабжающие организации, некоторые заводы и предприятия связи. В Омском регионе ежедневный прирост больных COVID-19 тоже немаленький – по 400 человек, а потому специалисты просят соблюдать все рекомендации и прививаться. И чтобы закрыть тему, мы решили узнать, а что, собственно, на выходных собираются делать люди. Но это не социологически выверенный опрос, но некоторое представление о планах горожан. Екатерина Шипилова узнавала, чем мы займемся на отдыхе. – Я дома ремонт делаю. Будем дома сидеть. А это вот сын младший. – Честно говорить, да? Я работать буду. – Он на скорой помощи работает. – Понятно. Ну, у вас экстренная служба, да, поэтому вы не можете, да, не работать? – Да, мы будем работать. – Дома сидеть с внучкой. – Все вакцинированные дети, все переболели, вакцинировались, так что нам не страшно, но как-то решили, чтобы дома сидеть. – Работать, работать. – У вас экстренная служба какая-то? – Да, мы работаем, пассионный график у нас. – А вы? – Поеду к бабушке отдыхать. – Неожиданная каникулы дома. Соблюдать масочный режим, сидеть дома, что делать. – Согласна, да, с таким распорядком? – Конечно, согласна. Здоровье превыше всего. – 8 ноября завершается прием заявок от кандидатов на пост главы Омска. Если кто чувствует в себе силы поруководить миллионникам, нужно поторопиться. После ухода в Госдуму Оксаны Фадиной мы ждали, что очередь из кандидатов выстроится от мэрии до Московки. Но пока все тихо и благообразно. Конечно, есть желающие. Но пока кроме фриковатого музыканта под славным именем «Паук» из коррозии металла и вспомнить особо неком. Напомню в порядке подачи заявления. Пенсионер Николай Телепенко, юрисконсульт Александр Форс, президент Ассоциации охранных предприятий Омской области Юрий Александров. 26 октября к ним добавились директор ООО «Сибирь» Игорь Колесник и руководитель фонда «Чистота природы» и ООО «Логотранссиб» Сергей Яковлев. В четверг, 28-го, появилась первая женщина-кандидат Екатерина Плеханова. А всего на данный момент, когда я писал эту информацию, документы принесли 11 человек. Когда вы смотрите эту программу, их может уже, да и почти наверняка больше. В градоначальники хотят идти люди все хорошие, но, как говорится, хороший человек не профессия. И в целом мы понимаем, что главная кандидатура, реально претендующая по своим тактико-техническим данным на кресло мэра, появится впереди. Ну, а пока сообщу, что стала известна дата голосования. Оно запланировано на 17 ноября. К этому моменту в Горсовет конкурсная комиссия должна представить две кандидатуры. Омск вступает в новую стадию своего развития. Мы уже рассказывали, что создан генеральный план, по которому город будет изменяться в ближайшие 20 лет. Подробнее обсудить, что нас ждет впереди, мы пригласили генерального директора Института территориального строительства Илью Бальцера. Краткий вариант его беседы с нами прямо сейчас. Этих планов, на моей памяти, создавалось невиданное количество. Почему потребовалось создать новый? В чем его отличие? Ну, наверное, невиданное все-таки количество. Последний генеральный план города создавался в 2007 году. Коллега имени Зум, граждан проекта. Но моя память, это как вчера. Хорошо, если так. Вот. Дело в том, что за это время произошло очень много изменений. Как в мире, так и в нашей стране поменялись экономические основы, поменялось очень сильно законодательство, поменялись цели развития городов. Сейчас у нас с вами есть уже больше стремление жить в комфортном городе, жить в городе открытом для людей, в городе, в который приятно выходить, а не просто бежать из дома на работу и обратно. Это уже наслоение веков. У нас только один центр, да, чего стоит с его застройкой частной. Насколько реально переломить эту всю ситуацию, сломать и сделать что-то новое, необычное? Или мы должны оставить все, что было, и строить новое вокруг? Смотрите, мы, безусловно, должны сохранять нашу историю, безусловно, должны сохранять тот замечательный исторический центр города, который у нас сохранился. Это уникальная омская история, потому что, если даже вы посмотрите на ближайшие к нам города, соседи, то далеко не везде удалось сохранить исторический центр. Во многом это, да, произошло, извините, из нашей бедности, да, у нас застройщик бизнес не застроил центр города, его удалось сохранить. Вот, но тем не менее, город должен меняться. Омск это, да, одна из историй, это по большому счету город, который, ну, в новейшей истории, да, возник как предаток нескольких заводов. И у нас появлялись наши крупные предприятия замечательные, вокруг них появлялись рабочие городки, и все эти городки, они слились в единый город. А сейчас у нас с вами ситуация меняется, это даже мировая тенденция, мы уходим от индустриального общества, мы приходим к более современным, к более эффективным производствам. Многие предприятия омские, наращивая объемы производства, при этом сокращают свои производственные площади, и готовы их отдавать городу, а готовы отдавать их под его развитие. Та история, которая у нас сложилась сейчас с рабочими, жилыми, окраинами и активным деловым центром, она создает для нас с вами массу проблем. Это в первую очередь, конечно, маятниковая миграция, когда мы с вами каждое утро едем из спальных районов в центр, да, каждый вечер едем обратно. Вы знаете, там еще и хуже, ведь бывает перекрестная миграция, когда из одного района едут в этот, а из этого в этот. С этим вряд ли можно что-то поделать, только призывать быть более мобильными, да, и стараться жить рядом с домом, да, рядом с работой, да, или выбирать работу рядом с домом. Но, тем не менее, если у нас эта история перемешается еще больше, то проблем с транспортом станет меньше, потому что, если сегодня все равно основные потоки, да, мы это прекрасно видим на наших с вами мостах, да, утром едут с левого берега на правый, вечером едут с правого на левый берег. Если у нас этот поток миксируется, да, то, соответственно, и пробок станет меньше. Принципиально считается, что сколько не расширяй улицы, сколько не давай свободы автомобилисту, а из-за этого только увеличивается количество автомобилей, а трафик никак по этому поводу не улучшается. Смотрите, я бы немножко по-другому здесь задал вопрос. Мы зачастую, когда видим какую-то пробку, начинаем думать, ой, а что же у нас в этом месте не так? Это немножко неправильный подход. Не важно, где пробка, важно, откуда и куда едут у нас люди. То есть, ну, понятно, вот, например, наша замечательная улица Красный Путь, да, наверное, самый яркий городской пример. Дело в том, что город расположен, по сути, сейчас на оси Маркса, Красный Путь мира. И любое передвижение, даже если вам нужно с Московки приехать в нефтяники, вы едете по Красному Пути. Можно расширить Красный Путь как угодно. Будем стоять не в два ряда, будем стоять в три ряда или в четыре ряда, но все равно будем стоять. Время передвижения из точки А в точку Б никак не изменится. Важно создавать параллельные возможности. Важно создавать, во-первых, параллельные возможности, чтобы мы могли поехать каким-то другим путем, более коротким. Здесь, например, вот, мне не всегда верят, но прошу вас поверить мне, да. Например, строительство моста в районе рыбного рынка через реку Омь, по нашим расчетам, должно достаточно серьезно снизить трафик на улице Красный Путь. Хотя, казалось бы, где Красный Путь, а где эта объездная дорога. Почему бизнес сейчас не может размещать свои объекты в таких-то местах? Вот здесь тот же Амур, например, неплохое достаточно место, населенное, но там реально ничего практически нет. Какая-то там одна жалкая кофейня, где-то там рынок, какие-то магазинчики на заре, не знаю, например, кинотеатра нет. Люди из Амура едут в кинотеатр в центр. Ну почему бы не построить там кинотеатр? Ну... Что мешает? Непонятно. Сегодня ничего. Кроме, наверное, ну каких-то взглядов предпринимателей, да, на рентабельность этого процесса. Такой генплан красивый и глянцевый вы издали специально еще и для бизнеса, правильно? Потому что я-то могу выбрать квартиру там, где мне надо, но там не будет всего того, всех тех парикмахерских магазинов, которые мне необходимы. А бизнес может посмотреть, да, сейчас вот ваше издание, верно? Это же у вас главная идея в этом была? Все верно. Кроме этого, издание у нас действует, и она находится в открытом доступе, интерактивная карта. Достаточно легко в любой поисковой системе, набив генеральный план Омск, вы попадаете на сайт, посвященный генеральному плану, где есть интерактивная карта, на которой вы можете посмотреть, планируется ли рядом, например, строительство школы, либо детского сада, планируется ли строительство, может быть, какой-то дороги, улицы, моста, где это будет расположено. А кроме этого, предприниматель или частное лицо, которому это интересно, может там же посмотреть, там есть два слоя, есть генеральный план и есть правила землепользования и застройки. Он может посмотреть, что, в принципе, на этой территории разрешено строить, а что, соответственно, нет. Насколько этот план, ну, скажем так, голубая наша мечта, или это все-таки то, что мы приземлили до состояния того, что можем выполнить, исходя из наших средств, а придумать можно и еще покруче? Ну, да, это некий баланс, на самом деле, между теми двумя вещами, о которых вы говорите. Мы старались делать только те решения, которые возможно реализовать. Полностью наш разговор вы сможете посмотреть в эфире 12 канала в понедельник, 8 ноября в 20 часов. Благотворительный центр «Радуга» стал номинантом престижной премии «Сделано в России» журнала «СНОП». Фонд вошел в шорт-лист всероссийского конкурса в номинации «Социальные проекты». Больным детям фонд помогает уже четверть века. Раньше «Радуга» собирала средства на лечение, но постепенно специалисты центра начали заниматься реабилитацией не только детей, но и их родителей. Несколько лет назад для палеотивных пациентов свои двери распахнул дом «Радужного детства». Хоспис, построенный исключительно на пожертвования. В нем нет больничных палат и пугающих процедурных. Обстановка домашняя, как в лучших хосписах Европы. С бассейном, комнатой для релакса, зоной Монте-Сори, гостиной для психологической разгрузки и собственным маленьким зоопарком. Общение с животными здесь используется как одна из разновидностей терапии. Как начиналась «Радуга», кто стоял у ее истоков и чем занимаются хорошие люди, расскажет Мария Седнева. Маленькая Вике и не дашь 11 лет. Она не ходит, почти не говорит. Каждое движение дается с трудом. В инвалидное кресло девочку усадила редкая генетическая болезнь – синдром Ретта. С ним примерно в возрасте полутора лет мозг перестает развиваться. Но выявить заболевание сразу очень сложно. Вику долгое время лечили от эпилепсии и задержки умственного развития. В итоге из-за развощекого младенца девочка превратилась в почти бездвижного манекена. Перестала она двигаться, постоянно была сонная, ничего не ела. Лекарство нам не подошло. Нам пока поменяли лекарство, за это время, за эти 2-3 месяца мы потеряли все навыки. Ходить, стоять, сидеть, брать все в руки. Простейшие навыки девочка теперь осваивает заново, здесь, в доме Радужного детства. Его создатель и основатель Центра Радуга Валерий Встигнеев. Много лет назад он был успешным бизнесменом, возил муку на продажу. И всегда обязательно по одному мешку в подарок привозил семьям своих работников. В одном из дворов и произошла судьбоносная встреча, изменившая всю его жизнь. Я смотрю, бегает мальчонка, ну, наверное, годика три. Голый, грязный, по двору, босиком. А это уже конец сентября, начало октября. И вот у меня как закусило сердце на этого ребенка, думаю, я завтра куплю ему одежду и привезу. И я подвожу к дому этот пакет, и этот мальчонка, такой же грязный, такой же голый, бегает по двору, но грызет буханку хлеба из той муки, которую я привез вчера. И слышу, мама говорит, она, оказывается, вышла, увидела, что опять подъехала машина, и видит, что я смотрю на него. И она говорит, да, свежий хлеб из вашей муки, но грешутка, по-моему, что ли, она говорит, грешутка своего хлеба такого еще ни разу не видела. В тот момент Валерий Стегнеев понял, надо что-то менять, чтобы жизнь таких полураздетых грешуток стала лучше. Он занялся благотворительностью. Сначала помогал детским домам, потом больным детям, и так постепенно пришел к созданию дома радужного детства. Это бассейн, это очень хорошая терапия для детей. Вода очень теплая, почти горячая. Это как раз та температура, которая безопасна для деток, если даже вода попадет в ушки, чтобы исключать отит, не рисковать. И бассейн, и сауна с инфракрасным излучением, и ванна с гидромассажем. Процедуры в водной комнате, помимо того, что вызывают бурный восторг у детей, помогают расслабить мышцы и снять тонус перед физиотерапией, массажем или лечебной физкультурой. В Доме Радужного Детства стараются не использовать медицинских терминов. Да, это хоспис, но находиться здесь должно быть комфортно. Время между процедурами пациенты коротают в игровых комнатах под пение кеннера. Зали лечебной физкультуры занимаются на современных тренажерах. А после занятий дети могут отдохнуть в сенсорной комнате с галлотерапией. Это водный матрас. Теплая вода там, и ребенок сюда ложится, и релакс такой. Эти дети, они все с проблемой нервной системы. И когда они проходят процедуру, даже те, которые им нравятся, они стрессуют. И вот сенсорика, она, сенсорная комната, она расслабляет, успокаивает. Ну и здесь два в одном. Ребенок успокаивается, и он дышит морским воздухом. Это хорошая профилактика ОРВИ. Программу составляют для каждого ребенка. Здесь применяется 18 видов различной терапии. Даже детское столовое, развивающее. Это одновременно и зона Монтессори. И ребенок, который может с тяжелой ортопедией только с мамой передвигаться, с поддержкой, здесь он начинает сам ходить, сам держаться. И многие дети отсюда уходят с твердыми навыками, полученными здесь. Потому что здесь, наверное, сам интерес захлестывает настолько, что ребенок забывает о своих ограничениях. И он здесь себя хочет реализовать, хочет проявить. Дети здесь сами готовят для себя лимонад. Они пекут блины, они стряпают печеньки. И этим же своим блюдом они угощают маму. На протяжении всего курса реабилитации дети с родителями живут и лечатся в Доме Радужного детства бесплатно. Неудивительно, что попасть сюда сложно. Сейчас в своей очереди ждут 800 семей. Ускорить процесс поможет второй центр социальной адаптации. Его откроют на Левом берегу. Помещение, бывший коттедж, подарил Радуге бизнесмен. Изначально он пытался продать дом. Но когда узнал, что потенциальный покупатель планирует открыть там дом терпимости, передумал и отдал центру Радуга. Благодаря такому щедрому подарку сотни тяжелобольных ребятишек смогут получить медицинскую помощь. Тот центр будет формата дневного пребывания. Там только мы берем ресурсных детей, которые вот здесь получили какую-то реальную помощь, прорыв. И там нужно ее закреплять. Впрочем, не надо быть олигархом, чтобы делать добрые дела. Достаточно небольших пожертвований. Сегодня в срочной помощи нуждается пятилетняя Варя Калиниченко. Из-за редкого генетического заболевания она не может двигаться. От резких прикосновений начинаются судороги. Родилась она абсолютно здоровой. Полтора года уже ходила в детский сад. Любила петь и танцевать. А по вечерам рассказывала семье любимую сказку про курочку Рябу. Нормальная жизнь оборвалась в два года. Девочка начала спотыкаться. Потом перестала сидеть, вставать, есть. Сейчас легкие девочки постоянно заполнены мокротой, которую нужно откачивать каждый день, иначе она просто захлебнется. Для процедур требуется специальное оборудование, на которое в селе никогда не заработать деньги. Нет денег на сложную операцию и у семьи Рощупкиных. Годовалая Катя никогда не видела этого мира. Она боится делать первые шаги, а родную маму знает только по голосу. Глаза девочки с рождения затянуты мутной пленкой. Может помочь только операция по пересадке роговицы. Единственный врач, который согласился взяться за лечение, хирург из Барселоны. Нужно пытаться пересаживать роговицу. Но глаза сложные хирургические. И один, и второй, что это очень сложная у нас. К сожалению, очень сложная ситуация. Но доктор сказал, что он будет пытаться. Конечно, очень страшно. Как это будет, мы не знаем. Но если есть надежда. Сегодня нужно собрать больше 4 миллионов рублей. Чем раньше сделают операцию, тем больше шансов, что Катя увидит маму. Вы знаете, делать добро очень приятно. И оно возвращается. Оно всегда возвращается. У вас есть какая-то сейчас мечта, чтобы получилось что? Честно, я мечтаю быть безработным. Чтобы я была в таких детей. Мария Синева и Сергей Гаврилов. Специально для «Аксентов недели». У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься? Какую дорогу выбрать в жизни? Вопрос не праздный и для прошлых лет, и для наших дней. Сегодня, когда в жизни значения профессий меняются в течение короткого периода времени, ошибиться становится еще проще. Помочь детям с выбором призваны профориентационные программы. Сегодня в мире действует целое направление, позволяющее молодому и незнакомому племени решить, чем они зарабатывать себе будут на хлеб насущный в будущем. Подходов тут масса. И методики разнятся от стандартных и порой консервативных до модернистских. И мне было приятно и важно узнать, что в Омской области этому делу уделяют большое внимание. Как найти призвание, узнавала Екатерина Шипилова. Ева Зуева с гордостью рассказывает, что ее мама художница. Картины Дарьи Зуевой попадают в частные коллекции и украшают выставки. Самые любимые рисунки пятилетняя девочка рассматривает каждый вечер перед сном в книжках. Например, мама так и расслышала детскую книгу, в которой главный герой – настоящий ребенок. И у меня есть тоже такая книга, в которой главный герой – я. Катя Бутова не просто сообщает, что ее родители – врачи. Четырехлетняя Кроха в своем выступлении пытается донести, как трудно маме на работе. Мама работает в красной зоне, спасает людей. Рассказать о профессиях детсадовцам предложили активисты Комитета защиты мира. Задание не случайное и только на первый взгляд кажется простым. Когда общественники стали изучать вопрос, поняли. Многие дети не только не знают, кем работают их родители, но часто не могут вспомнить даже имен близких родственников – бабушек и дедушек. А кто и назвал профессии, не понимал, чем же конкретно занимаются синоптик, кинолог, тракторист или строитель. Когда начали разговаривать с детьми, кем ты хочешь стать, дети говорят – тиктокером, блогером. То есть вот две профессии, которые у них на слуху. Поэтому мы решили познакомить их с большим разнообразием. Проект на удивление организаторов вызвал живой отклик. Специалисты поставили цель – собрать хотя бы 25 видеороликов. А пришло больше 200. И тут уже родители проявили инициативу. Они стали приходить в детские сады и лично рассказывать о том, что такое труд и почему он важен. Так малыши больше узнали о профессии учителя, летчика, журналиста. А в Комитет защиты мира полетели сотни писем с рисунками, где ребятишки все, что поняли, изобразили в ярких красках. Все основные способности у ребенка закладываются до 7 лет. Даже вот такая способность, как лингвальность, обучение к языкам, вот до 7 лет легко развивается. Дальше можно развивать, но это с большими усилиями, с большим трудом. Поэтому вот детский сад является той базовой основой, когда будет заложен фундамент, на который потом можно выстраивать ценностные ориентации и так далее. Поэтому задача познакомить хотя бы на уровне представления у детей с разнообразием профессий и приблизить родителей к детям, чтобы они поработали вместе и рассказывали им о труде, чтобы дети знали, что вот эти деньги, они не с неба валятся, их надо заработать. Еще одна сверхзадача проекта, чтобы мамы и папы больше проводили времени с детьми. Вместе рисовали, лепили, готовили обед. Специалисты констатируют, у современных детей много логопедических проблем. Малыши плохо говорят, потому что с ними дома мало разговаривают. Акцию продолжат, чтобы сегодняшние детсадовцы через несколько лет были разносторонне развитыми, увлеченными и могли создавать что-то большее, чем просто сомнительный контент для соцсетей. Екатерина Шипилова, Сергей Никифоров. Специально для Акцентов недели. Ну а сейчас пришло время отправиться по бурному морю законодательных инициатив, в коих у нас великое множество, и некоторые воплощаются в жизнь, привнося серьезные изменения в наши будни. Об этом нам подробнее поведает Мария Седнева. Мария, привет, рад тебя видеть. Давай рассказывай, чем сегодня ты нас порадуешь или огорчишь, не знаю уж. Ты знаешь, у нас не дня без новостей про ковид, и у меня сегодня тоже есть новость. Вакцинацию от коронавируса предлагают сделать обязательной. Причем с такой инициативой неожиданно выступила Ассоциация Компаний Розничной Торговли. Впрочем, все логично. Предприниматели совсем не заинтересованы в том, чтобы на время локдауна закрывались торговые центры. Тем более, что ноябрь-декабрь – это высокий сезон, когда люди закупаются перед праздниками. В этот период формируется от 30 до 50% годовой выручки. Поэтому, конечно, бизнесу нужно, чтобы люди ходили по магазинам. А шопинг сейчас возможен только после вакцинации. Поэтому и предложили сделать ее обязательной. Инициативу рассмотрит Роспотребнадзор. А ты, кстати, как думаешь, примут? Ну, не уверен, что в таком формате ее примут, конечно. Хотя, вообще, мы движемся в этом направлении. Если ты не можешь посещать магазин Би-Кьюар-Кода, ну, а как ты не можешь посещать магазин, тебе же чем-то нужно питаться. Не можешь же ты у себя на балконе выращивать продукты, держать корову, например, чтобы молоко получать. Так или иначе, это, я скажу, такая завуалированная обязаловка, которая заставляет всех антиваксеров делать прививку. Ну, или, по крайней мере, должна это сделать. Ты знаешь, сейчас идеи самые разнообразные звучат, как бы вот для людей-то заставить вакцинироваться этих антиваксеров, которые как раз агитируют против вакцинации от ковида. Вообще, предложили приравнять к экстремистам. Вот так вот, ты написал пост в соцсети, что тебя там чипируют с помощью вакцины? Все, получил трешечку. Ну, знаешь, если ты пишешь пост в соцсети, что тебя от вакцины чипируют, то, ну, не то что экстремистам, но с врачами тебе точно надо поговорить определенно. Наверное, у тебя найдут какие-то изменения в сером веществе. Ну, серьезно же это нельзя обсуждать, мне кажется. Ну, прям никак не получается. Кстати, еще одно наказание может ожидать тех, кто будет сравнивать фашистскую Германию и Советский Союз. Такая интересная инициатива. К административной ответственности предлагают привлекать за публичное отождествление цели решений и действий СССР с целями решениями и действиями нацистской Германии в период Второй мировой войны. А также публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы. За высказывание в таком духе можно будет получить от 2,5 до 5 тысяч штрафа или 15 суток ареста. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Ты знаешь, вот в той формулировке, которую ты сейчас рассказала, мне это не кажется чем-то предусудительным, возможно, даже это и верно. Потому что в последнее время, как историк скажу, наблюдается какая-то непонятная для меня волна унижения советского солдата, завоевавшего для нас свою победу, для нас вообще завоевавшего победу. Унижение Советского Союза как страны, которая непонятно каким способом, непонятно почему, чуть ли не в союзе с Германией начала эту войну. Ну, в общем, ужасные истории творятся на историческом фронте, и вообще-то эти агивы и конюшни не мешало бы почистить как следует. Может быть, не штрафами, но не знаю. Что-то с этим определенно необходимо делать. Все-таки может пропагандировать правильную историю? Безусловно. Но дело в том, что историческая пропаганда невозможна по определению, потому что ты либо изучаешь историю, либо слушаешь всяких Фоменко и же с ними, и в этом случае ты просто получаешь какой-то набор сведений, ничего не имеющих общего с историей, но становишься, остаешься с чувством того, что ты понимаешь историю, и можешь теперь рассказывать всякую ерунду на каждом углу. В общем, сложный вопрос, надо над ним подумать хорошенько. У меня есть еще одна инициатива, кстати, не такая, скажем, спорная, она, я бы даже назвала ее хорошей, в России предложили расширить действия материнского капитала. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку детских товаров, но только для одной категории матерей или отцов-одиночек. Автор инициативы отметил, что сегодня у семьи уже может быть квартира, бесплатное образование гарантирует закон, а вот средств на текущие расходы хватает не всегда. При этом одинокие родители, которые сидят в декрете, уже не могут продвигаться по службе, чтобы зарабатывать больше. И средства материнского капитала хороший способ обеспечить комфортные условия жизни для ребенка. Ну, в общем, инициатива мне нравится, единственное, я не понимаю, кто будет контролировать эти траты, потому что трату на квартиру можно проконтролировать, на обучение можно, а на покупку каких-то мелких вещей уже очень трудно. Ну вот и депутат предлагает применить ту же форму отчетности, которая к опекунам применяется, то есть за каждую свою покупку они должны отчитываться, прикладывать чек. Но я согласна, если каждой пачке подгузников прикладывать чек, это выходит довольно замороченно, я согласна. Здесь надо, конечно, дорабатывать. Ну и последняя довольно интересная инициатива. Роскомнадзор все продолжает вести борьбу с матом, только теперь он добрался до онлайн-кинотеатра. По мнению надзорного органа, сейчас видеоплатформы, которые снимают и показывают сериалы в интернете, ничем не ограничены, и фильмы изобилуют матерными словами. Вот эту порочную практику пора прекращать, считают в ведомстве. Все, конечно, ради защиты детей. Конкретные меры пока не озвучили, но дело точно не ограничится возрастной маркировкой. Слушай, я вообще не понимаю, как это может исполняться. Во-первых, зачем это необходимо? Потому что онлайн-кинотеатр – это узко, для узкой аудитории. Вот человек пришел, включил телевизор, он смотрит фильм сам для себя, он сам понимает, что он там видит. Ну и главное, я вообще не понимаю, как это все должно сейчас исполняться. Должно как-то запикиваться, закрываться. И еще, я из этой информации не понял, должны убираться из фильмов только русские инфернальные выражения, или еще и английская идиоматика тоже должна запикиваться таким же образом? Ну, знаешь, начнем сначала. Для чего это нужно, это одному Роскомнадзору известно. А вот как это будете делать вообще? Эта инициатива распространяется только на российские онлайн-кинотеатры. Поэтому, я думаю, Роскомнадзор, просто если он действительно это примет, то им уже надо будет при разработке сценария уже как-то думать и не вносить эту нецензурную лексику себе в сценарий. А если, что касается существующих уже сериалов, то я думаю, что просто им выкатят запрет, и им надо будет что-то придумать. Как-то запикать, замылить, вырезать сцены. Это будет уже проблема онлайн-кинотеатра. Вот же ешки-матрешки, как говорил герой одного фильма. Ну, друзья мои, запоминайте все это, мотайте себе на уст, но и главное, не нарушайте закон. Для него практически нет преград. Судно на воздушной подушке может двигаться по, а вернее над сушей и водой. Топкое болото или твердый асфальт поверхность значения не имеет. Единственное, что может стать преградой неровностей, например, ледяные торосы. Так было до недавнего времени, пока за создание низколетящих вездеходов не взялись омские конструкторы. Они построили машину, которая лишена недостатка своих предшественников. Потому интерес к ней проявили и нефтяники, и лесоробы, и геологи. Словом, все те, кто по роду службы должен перемещаться не по дорогам, а по направлениям. У омской машины много достоинств. По сути, это воздушный замок. Но в отличие от идиоматического собрата, наше судно не эфемирная мечта, а умеющая твердо стоять на земле технологическое почти чудо. Она не едет и не плывет. Раздувая юбку, новая амфибия лихо перелетает и отмели и большие острова. Разгоняется над сушей до 160 км в час, слегка снизит скорость разве что на воде до 100 км в час. Машина идет, по сути, на потоке воздуха. У нее нет никаких надувных элементов, скегов и прочего-прочего, что позволяет ей идти по любой местности, по воде, по снегу, по ледяным торосам высотой до метра. Даже бывали ситуации, сплав леса идет по реке, и машина наша спокойно по этому сплаву проходит, и проблем нету. По болоту может идти. Разработали и построили вездеход омские инженеры. За несколько лет выпустили уже больше 80 амфибий, которые крайне востребованы на севере и Дальнем Востоке. На таких добывают и золото в Якутии. Покупают нашу Арктику для Африки и для Китая. Но, конечно, главным образом уникальное омское судно используют в российских регионах, где, как говорится, не пройти, не проехать. Машины работают на крайнем севере, на нефтедобыче. Есть, конечно, уникумы, которые покупают их непосредственно для своего личного использования. На рыбалку, на охоту ездят. То есть, ну, эта модификация – это самая большая машина. Мы еще производим чуть поменьше. То есть, единичка, двойка, вот это тройка. Арктика 3DP – флагманская машина. Она более вместительная, комфортабельная, экономичнее прежних моделей. Производитель уверяет, ничего подобного в России не делали. Два дизеля мощностью по 550 лошадиных сил обеспечивают непревзойденную энерговооруженность и, соответственно, скорость и маневренность. Грузоподъемность тоже на высоте. Арктика способна поднять 6 тонн. Хотя конструкторы специально занизили этот показатель вдвое, чтобы заказчики знали меру. Также новинка отличается крупными габаритами и просторным салоном. Итак, испытания прошли успешно. Амфибию уже вернули обратно на завод. Ее разобрали. Сейчас устраняют мелкие недочеты. Вскоре все части будут погружены на автотраллы и отправлены заказчику в Братск. Использовать судно будут, по сути, как маршрутку. Здесь одновременно смогут перевозить 30 человек. Туда же в Братск к тому же заказчику поедет и эта Арктика. Она грузовая. Сейчас ее достраивают. И впереди еще испытания на Иртыша. Конкурент амфибии разве что вертолет. Винтокрылые машины с советских времен массово используются на севере. Но чтобы сейчас перевезти одного человека, к примеру, по самому популярному маршруту из Салихарда в Лабутнанге, на Арктике 3D нужно затратить 50 тысяч рублей, на вертолете – 850. Кроме того, погода на Ямале часто не летная, а вездеходом не страшны ни дожди, ни ветра. Сейчас амичи начинают масштабную рекламную кампанию и активно ведут переговоры с нефтяниками и газовиками. Ожидается, что следующая партия составит не меньше пяти машин. Вообще же цель – организовать максимально эффективную площадку для реализации амбициозных намерений Омской области в развитии арктического шельфа. Екатерина Шипилова, Денис Жарков и Павел Манжос. Специально для «Акцентов недели». Говорят, что в США хотели как-то перейти на метрическую систему. Уж больно неудобно, когда весь мир длину мерит в сантиметрах, а ты в дюймах. Да и с объемом и температурой такая же история. Есть пример, когда был потерян спутник, отправленный к Марсу. Он разбился о поверхность планеты, потому что часть задания в бортовой компьютер заложили, используя метры, а часть – футы. Машина с такой измерительной какафонией не справилась и погибла. Так вот про США. Эталонный метр и килограмм погрузили. На корабль и отправили через океан. Но судно по пути в Америку утонуло. И так жители Нового Света остались при своих инчах и либрах. Почему не заказали новые эталоны, не знаю. Скорее всего, это вообще просто исторический анекдот. Повод для того, чтобы улыбнуться в серьезном деле. Сегодня специалисты Росстандарта в нашей стране отвечают за точность весов, термометров, линейка и многого другого, что служит нам для измерения, чего бы то ни было. О том, как функционирует госстандарт в Омской области, расскажет Наталья Фаткина. Вот яблочек себе на рынке прикупила. Говорят, здесь целый килограмм. Ай, девушка красавица, у нас яблоки самые сочные, а весы у нас самые точные. Если первое проверить просто... Мм, действительно сочное. То со вторым гораздо сложнее. Что вообще такое точность и где найти эталон одного килограмма? Здесь точно знают. Здесь можно увидеть не только килограмм, метр, секунду, но и множество других эталонов. О том, чем еще занимается в центре, я думаю, как никто лучше, расскажет нам его руководитель. Здравствуйте. Что такое вообще эта наука, которая занимается точностью? Металлогия — это наука об измерениях и идея создания, организации подобных нашей принадлежит великому русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву, который в 1900 году в городе Санкт-Петербург создал первую поверочную палату торговых мер и весов, тогда это так называлось. Соответственно, с 1900 года пошло по всей России создание таких палаток. И на территории Омска в 1923 году была образована Омская поверочная палата мер и весов. История у вас хранится здесь много. А современных эталонов вообще сколько в центре существует? Эталонов, которые применяются у нас, нашими поверителями, более тысячи. По помощью этих эталонов мы осуществляем поверку и калибровку средств изменений, которые требуются нашим заказчикам. Замечательным делом занимаетесь. Точно. Аттестат, аккредитация, отдел стандартизации. Как много всего, всего мне непонятного. Начальник отдела метрологического обеспечения стандартизации Попов Алексей Анатольевич. Вы-то мне и нужны. Здравствуйте. Я думаю, поможете мне разобраться во всех непонятных терминах, эталонах и всем-всем-всем, что у вас есть. С удовольствием. Пойдемте. Пойдемте. Ну вот мы и находимся в лаборатории, где есть эталон одного килограмма. Если вы возьмете его руками, на нем останутся небольшие следы, и это тоже повлияет на результат. А давайте-ка мы ваш эталончик взвешиваем, посмотрим, сколько в нем. Конечно. Барабанная дробь. Как вы это прокомментируете? Ну вот если вы посмотрите, что у нашего килограмма плюс 5 миллиграмм. Маленькая погрешность. Но у меня таких весов точно дома нет. Рассказывайте, где вы их взяли, откуда они у вас, и почему они лучше, чем те, которые у меня дома? Потому что это специальный компаратор. Он предназначен для поверки и калибровки весов высшей точности. Он даже находится здесь на отдельно стоящем фундаменте, который не связан с фундаментом здания. Обалдеть. Я не удержалась и попросила взвесить мой килограмм яблок на точных весах. Ну зачем вы мои яблоки из сетки вытащили? Потому что мы же должны весить, сколько вы яблок купили, а не сколько вы купили сетки. Узнаем, что они весят у вас 919 грамм. Ну, давайте будем честны. На рынке меня никто не обманул. Я просто съела это яблочко, пока к вам шла. Ну вот яблоки мы с вами взвесили. Взвесили. Их сейчас нужно помыть, а для того, чтобы помыть, нужна вода. Вода тоже является ресурсом, за который мы платим, и по показаниям водосчетчика рассчитываемся с разнообразующей организацией. То есть это тоже с вами связано с вашей организацией? Конечно. Именно вот в этой лаборатории проводят поверку как бытовых, так и промышленных счетчиков воды и жидкости. Ну что, Алексей, я тогда пошла? Ну, конечно. Здравствуйте. Юрий Николаевич Адлер инженер по метрологии второй категории. Юрий Николаевич, рассказывайте, чем вы занимаетесь здесь, в чем заключается ваша работа? В данной лаборатории производится поверка приборов учета воды, тепла. Делается все вот по эталону, вот по СЖ-50. А может проверим? А может проверим? Давайте. При поверке сравнивают показания счетчика и эталона. Процесс сложный, может занять от получаса до нескольких дней. Но в результате специалисты выносят заключение, пригоден прибор или нет. В Омском центре метрологии очень много эталонов различных, в том числе, которые используются в здравоохранении. Ведь медицина сейчас основывается на результатах анализов, а все анализы получаются от измерительных приборов. Например, пульсоксиметры, кардиографы, тонометры. Этих приборов очень много. И сейчас вот мы с вами зайдем в отдел, который занимается поверкой, калибровкой именно этих средств измерения. Интересно. Пойдемте. Для каждого прибора свой эталон. Вот, например, тонометр. С помощью установки мы задаем давление эталонное и сравниваем показания тонометра и установки. Эталон может сломать? Вполне, конечно. Все в мире ломается. А как вы понимаете, что он неисправен, что он сломался? Ну, во-первых, он также ежегодно поверяется. Для нас их поверяет отдел теплотехнических измерений. У них есть более высокий уровень эталона. От обилия информации у меня аж дыхание перехватило. Давайте замерим вам сатурацию. Даже так? Ну, давайте. А он исправен, этот прибор? Ну, мы его только что поверили. Так что точность его отличная. Все будет точно. Точно? Да. Ну, вот. Насвещение кислородом в крови 98, пульс 77. Это все хорошо? Да, это отличные показания. Ну, что ж, Дмитрий, схалтурить у меня не получилось. Я здорова, придется двигаться дальше. А тут у нас что? О, термометры. У нас каталон единицы температуры. Если вам контролируют сатурацию в одной лаборатории, то в другой обязательно предложат смерить температуру. Потому что термометры, даже вот такие обычные ртутные, это тоже средство измерения. И вот наш главный специалист по температуре, Марина Лекунцева, она вам сейчас как раз подробно про это расскажет. Это вот ртутные термометры. Где он используется? Используются они в основном в лабораториях, например, в нефтяной промышленности. Они смотрят температуру, которая им необходима для их испытаний. А как вы их проверяете? То есть вам, ну, чтобы мы понимали, вам приносит вот такой термометр, да? А вы с ним что делаете? Мы задаем необходимую температуру, которую мы будем смотреть. Ставим наш эталон, наиболее точный, который есть. И создаем среду. Вот, например, у нас термостаты. Сейчас на термостате 200 градусов. Смотрим показания на термометре и на нашем эталоне. Эталон температуры можно увидеть, потрогать или нет? Можно. Это термометр сопротивления платиновый эталонный. Это первый разряд. Самый точный, который у нас в центре метрологии. Подключается он к измерителю прецизионному эталонному также, при помощи вот этих проводов. И показывает температуру, которая установлена, заданная на термостатах или криостатах. С эталоном термометра разобрались. Я вижу, у вас там снежок вон. Это не первый снег. Это нулевая точка. Это снег с водой. А в каких случаях необходимо использовать вот 0 градусов, нулевую точку? В основном это для поверки термометров, у которых именно и есть нулевая точка. То есть те, которые идут от нуля, либо у которых отдельно стоящая нулевая точка. Наталья Фаткина, Анатолий Желейко, Владислав Осинцев. Специально для Акцентов недели. Не идется и не едется, потому что гололедица. Но зато отлично падается. Почему ж никто не радуется? Из всех важных дат осени я бы обратил внимание на приближающийся день жестянщика. Точного числа у него нет, но приход его неотвратим. Автомладельцам, не сменившим резину, настоятельно советую сделать это, не откладывая до появления гололедицы на дороге. И добавлю, что это еще и просьба ваших соседей по трассе. Ведь виновники аварии не только себе наносят ущерб, но и приносят убытки участникам движения, ставшими жертвами неосторожности или лени тех, кто оттягивает смену покрышек до последнего. Ну и даже если вы поменяли литние колеса на зимние, помните, гололедица диктует свои правила езды. Не превышайте скорость, будьте внимательны, проезжая мосты и перекрестки. Физика – бессердечная наука. И не стоит переводить инерцию движения в тепло от столкновения. Будьте бдительны, пешеходы. Сейчас рано темнеет, вас плохо видно на дороге, особенно если на вас темная одежда. Переходя дорогу, убедитесь, что вас заметили. Помните детский стишок. У шоссе брат учит славу. Взгляд налево, взгляд направо. Если нет машин вблизи, то иди не тормози. Если же машина близко, стой, как в ополе редиска. Помните, что если вас собьют, водитель, конечно, отправится под суд. Но здоровье, а тем более жизни, вам это не вернет. И наденьте светоотражающие браслеты или брелоки. И обязательно закрепите такие на одежде ваших детей. Даже небольшой катафот виден за сотни метров. И маленькая вещица поможет избежать большой беды. Скоро мы все встанем на скользкую дорожку. Солому постелить везде не получится. Просто будьте внимательны. Берегите себя. И хороших вам выходных.